Радио Свобода в этом году исполняется 70 лет. Говорит Радио Свобода всегда вместе с вами. Говорит Радио Свобода. Новости. Организаторам концертов актера начали отказывать в предоставлении площадок. По словам Александра Филипенко, произошедшее связано с общественной позицией отца. В настоящий момент, по ее словам, актер живет в Вильнюсе. Филипенко неоднократно критически высказывался о власти Владимира Путина, публично поддерживал российскую оппозицию и выступал на митингах и вечерах в поддержку политических заключенных. В 2014 году вместе с рядом других деятелей культуры актер выразил несогласие с аннексией Крыма. В Черногории завершилась программа выдачи гражданства в обмен на инвестиции. Об этом делегация правительства страны оповестила Еврокомиссию. Согласно сообщению, официально программа перестала действовать 31 декабря 2022 года. В документе также отмечается, что программа имела особое значение для экономических интересов Черногории, но страна учла предостережение Еврокомиссии о возможных рисках. В 2021 году власти Черногории опубликовали документ, в котором была информация о получивших гражданство в обмен на инвестиции. Большинство получателей так называемых «золотых паспортов» оказались выходцами из России. Россия в пятницу нанесла массированный ракетный удар по территории Украины. Пострадали объекты энергетики. Российские военные выпустили ракеты с дальних бомбардировщиков и кораблей. Тревога продолжалась 3,5 часа. Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что в шести регионах Украины зафиксированы попадания в объекты тепловой и гидрогенерации, а также высоковольтной инфраструктуры. Во многих регионах аварийное отключение света – самая напряженная ситуация в Запорожской, Харьковской и Хмельницкой областях. Взрывы произошли в том числе в Харькове и Киеве. О погибших не сообщается. Минобороны России удары пока не комментировала. Две российские ракеты, выпущенные утром 10 февраля российскими военными по Украине, пролетели на территории нейтральной Молдовы и страны, входящей в НАТО – Румынии. Об этом заявили командующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный и президент Владимир Зеленский. В Бухаресте подтверждают, что по меньшей мере одна ракета пролетела на территории Молдовы, но отрицают нарушение воздушного пространства Румынии. В Минобороны Молдовы подтвердили полет по меньшей мере одной российской ракеты. МИД Молдовы сообщил о вызове российского посла. А мы ее не заметили. Премьер-министр Республики Молдова Наталья Гаврилица 10 февраля объявила, что уходит в отставку после полутора лет пребывания в должности. По ее словам, страна вступает в новую фазу, в которой приоритетом является безопасность. Отставка главы правительства влечет за собой отставку всего кабинета министров. Ну и ладно. Президент Майя Санду заявила, что проведет консультации с парламентскими фракциями, а затем выдвинет кандидата на пост премьер-министра. Отставка произошла на фоне сообщений о плане дестабилизации ситуации в Молдове, который, как утверждается, будет пытаться воплотить в жизнь Россия. Об этом плане упомянул накануне президент Украины Владимир Зеленский. Молдавские спецслужбы подтвердили, что изучают информацию украинских коллег. Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию 21 февраля в Москве. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По словам Пескова, Путин в послании сделает акцент на текущей ситуации, в том числе в экономике и социальной сфере. 21 февраля прошлого года Путин объявил о признании независимости так называемых ДНР и ЛНР. Спустя три дня началось широкомасштабное российское вторжение в Украину. В Кремле запланировали на 22 февраля митинг-концерт, в котором, как ожидается, примет участие президент России Владимир Путин. Об этом сообщает РБК со ссылкой на три источника. Наиболее вероятное место проведения мероприятия – Лужники. Последний раз Путин выступал в Лужниках 18 марта, через три недели после начала войны против Украины. По словам одного из источников, митинг-концерт 22 февраля может рассматриваться, как своего рода продолжение послания президента федеральному собранию. Обратный адрес. Звуки радио «Свобода». До новых встреч. Пока.